Тем временем тысячи иранских политэмигрантов следили за ходом президентских выборов на своей родине. Хотя исход этой кампании ничего не изменит в их диссидентской судьбе. Елена Мещерякова встречалась с представителем иранской общины Нью-Йорка, который вынужден бороться с режимом Айтол из-за границы. В коридорах иранского бюро «Голоса Америки» пусто. Все ушли на освещение президентских выборов. Шесть часов прямого эфира вряд ли увидят простые избиратели Исламской Республики. Но цензоры оценят наверняка. Поэтому персоговорящих сотрудников редакции просят не снимать. Я думаю, мы должны уважать чувства наших работников и их право на тайну частной жизни. Они готовят к эфиру информацию, которая не совпадает с интересами сегодняшней иранской власти. А у многих в Иране остались семьи. Мы не можем гарантировать им безопасность. Для гостя студии Саида Гассамминиджада это уже не аргумент. 30-летний иранский диссидент потому и покинул родину 10 месяцев назад, что не хочет больше скрываться и молчать. Они печатали мое фото в газетах и называли лидером студенческой оппозиции. Так что спецслужбы Ирана хорошо меня знают и не имеет смысла прятаться или скрываться. В какой-то момент любой иранский диссидент встает перед выбором или сесть в тюрьму, или замолчать, или уехать и продолжать свое дело. Уехать легко. Саид признает, что стражи исламской революции не препятствуют инакомыслящим в получении западных виз и стипендий. Но в придачу к предательству интересов режима билет получают в один конец. Я часто думаю о дне, когда кто-то из моих родителей, мама или папа уйдут из жизни, и я не смогу с ними попрощаться. Это самый большой кошмар. Сказать, что жизнь изменилась к лучшему студент финансового факультета университета Нью-Йорк-Сити не может. Сколько не вспоминает домашний щербет, замороженный йогурт слаще не станет. Но, по крайней мере, теперь не надо врать. В Иране приходится жить две жизни. В семье и с близкими друзьями ты один, а в школе другой. Надо притворяться религиозным, молиться и прочее. Например, ты не можешь посмотреть «Титаник» в кинотеатре, но можешь купить подпольный диск и наслаждаться хорошим кино дома. Тебе, конечно, могут за это арестовать, но полстраны так и делают. Но для меня двуличие невозможно просто по характеру. В маленькой квартирке на 14 этаже мамина салфетка, папина фотография, кролик-подарок сестренке и полка с книгами по истории государства иранского. Больше он ничего с собой не взял. Это мой папа. Самый тяжелый момент в моей жизни связан с ним. Меня арестовали, вытащили прямо из машины и под дулами автоматов затолкали в тюрьму. Папа в это время попал в больницу с инфарктом, и они мне сказали, что он умер за меня из-за того, что я плохой сын. Еще целый месяц, пока я был за решеткой, я думал, что это правда. Меня обманули. Твой отец отобряет твою деятельность? Мне не нравится этот вопрос. Отец Саида был главным инженером международного аэропорта. За побег сына в Америку заплатил должностью. Их разговор даже по скайпу не всегда клеится. Но мама у компьютера. Правда, увидеть сына не дано. Сигнал, как обычно, глушит. Салам, мама. Мама меня спросила, идти ли голосовать. Я сказал, она должна решить сама. Но, на мой взгляд, это бесполезно. Саид и его подруга Сара принадлежат к тому поколению, которое родилось уже после Исламской революции. Их воспитанием занималась и школа, и мечеть. Но, как это и было в советские времена, дети из благополучных столичных семей выросли не такими, как все. На личной странице американского иранца в Фейсбуке Осип Мандельштам и Михаил Ходорковский. Саид с ними одной крови. Нельзя предугадать, когда этот режим рухнет. Разве кто-то мог знать, что в 91-м году развалится СССР? Может, эта власть умрет завтра, а может и через 100 лет. Но я знаю наверняка, что большинство иранцев ее не хотят. Я здесь, чтобы поддержать именно это большинство. Иранский паспорт Гасаминиджада хранится в тумбочке до востребования. Свобода передвижения и свобода его страны – вещи взаимосвязанные. Просто ирония судьбы диссидента. Иранский студент снимает студию в Нью-Йоркском небоскребе под названием «Вандербильд». Чем не житейская иллюстрация выбранного политического курса на Запад? Саид и его страна движутся в разных направлениях, но он уверен, что им по пути. Елена Мещерякова, Анатолий Кошенко, Анна Асатьяне. Телекомпания RTVI Нью-Йорк.